Всем привет, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Роско. Заместитель руководителя ФНС России Сергей Аракелов так высказался о банкротстве. Основная проблема банкротства – его популярность. Оно остается способом уклонения от уплаты долгов. Действительно, согласно закону, любая сделка, которую совершал потенциальный банкрот за три года и менее до подачи заявления о признании себя несостоятельным, может быть оспорена арбитражным судом. Сегодня разберемся, как это происходит, на каких основаниях и как этого избежать. Дело в том, что в Уголовном кодексе есть статья о преднамеренном банкротстве, под которую подпадают действия должников, стремящихся уйти от исполнения своих обязательств, совершив сделки, скрывающие их имущество от кредиторов, при этом объявив себя несостоятельным. Именно для предотвращения таких ситуаций непосредственно в ходе процедуры банкротства представителями кредиторов и финансовым управляющим могут быть препарированы все ваши сделки за последние три года, а также совершенные сразу после подачи заявления на банкротство. Об одной интересной истории, связанной с банкротством, расскажет специалист под связом с общественностью компания «Роско» Ксения Снова. Оказывается, штрафуют не только недобросовестных граждан, но и ошибающиеся компьютеры. Так, после прохождения одной супружеской пары процедуры банкротства, банковский компьютер продолжал высылать им напоминания о долге. После обращения людей в банк сотрудники извинились, списав все на неполадки в системе, но уведомления продолжили приходить. Тогда было решено оштрафовать компьютер. Судья по банкротству приговорил его к лишению части постоянной и оперативной памяти. Вот такая история. Теперь рассмотрим, каковы основания признания сделки недействительны в ходе процедуры банкротства. В законе сказано о так называемых подозрительных сделках. Если за год до подачи заявления гражданином совершена явно неравноценная сделка, она может быть оспорена. Что значит неравноценная сделка? Это означает, что имущество продано по цене гораздо ниже рыночной. Например, автомобиль должника стоит 1 миллион рублей, а продан за 250 тысяч. Как определяется, сколько на самом деле стоит такое имущество? Суд анализирует общедоступные источники, в которых публикуются объявления о продаже таких вещей, уже бывших в употреблении, и рассматривает расценки на предметы с похожими параметрами. Если налицо явно несоответствие, такую сделку достаточно легко признать в суде подозрительной и объявить недействительной. Также, даже если цена кажется близкой к рынку, но есть основания полагать, что фактически денежные средства не перечислялись покупателям в сторону продавца, сделка тоже может быть оспорена. А у вас был такой опыт? Сталкивались ли вы с процедурой банкротства? Пишите в комментариях под этим видео. Какие еще сделки могут быть оспорены судом при процедуре банкротства? Есть и другие возможные поводы к аннулированию договоров заключенных с должником. Норма о трехлетнем сроке оспаривания сделок применяется не только к подозрителям операциям с имуществом, но и к ничтожным сделкам. Подробнее о таких сделках расскажет юрист компании «Роско» Максим Леонов. Первое. Мнимая сделка. Сделка, совершенная без правовых последствий. Например, вы оформляете брачный договор, по которому все имущество отходит супруге. Разводитесь, но продолжаете при этом жить вместе и использовать имущество супруги. То есть, фактически недвижимость осталась вашей, но перестала принадлежать вам лишь на бумаге. Второе. Притворная сделка. Прикрывает другую. Например, вместо купли-продажи происходит дарение. Третье. Заключена заведомо недееспособным лицом, несовершеннолетним, либо признанным судом недееспособным. Четвертое. Сделка, совершенная без согласия супруга, супруги, если речь идет о купле-продаже совместного имущества. Пятое. Сделка, совершенная не по доброй воле, давление, физическое воздействие, действие препаратов, алкоголя. По оспаримым же сделкам, по другим основаниям, срок давности составляет один год. Но чаще всего договоры потенциальных банкротов оспаривают по первым двум основаниям, поскольку они ярко иллюстрируют намерение должника уйти от исполнения своих обязательств. Поэтому, отвечая на вопрос о том, можно ли признать договор недействительным при банкротстве, скажу, Да, такое возможно. Причем правом подать в суд наделены не только кредиторы или их объединение, но и финансовый управляющий, задача которого убедиться в том, что вы неэффективный банкрот. Более того, в законе о банкротстве говорится о том, что недопустимо предпочтение одного кредитора в пользу другого. Поэтому при банкротстве признание договоров недействительным возможно, если будет доказано, что одному из кредиторов в результате оказано предпочтение. Но есть важное условие. Такие договоры должны быть заключены не ранее, чем за месяц до подачи заявления в суд. Существуют и исключительные основания, когда сделки, заключенные ранее, чем за 6 месяцев до подачи заявления, могут быть оспорены. Но для этого должно быть выполнено одно из двух условий. Первое. Сделка либо направлена на погашение долга перед одним из кредиторов, либо может привести к изменению очередности погашения долгов. Например, долг, образовавшийся в 2021 году, будет погажен раньше того, что возник в 2020. Второе условие. Кредитор заведомо знал, что должник не платежеспособен. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему. Юристы компании Роско с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин